Вот он приземляется, дым, самбо не понимает, чем попахивает, пропустил! Они просто выпрыгнули. Бомбой пахнет. Проход от Рейна, теперь на джангл, законтролировали достаточно легко, практически с первой прилетело. Вроде бы пытается врезаться в эту перестрелку Диди, остается между двух огней, и его забирают, и... Посыпалась команда Тайлу, Картанмо последний, половининый против четырех, шансов... Не, ну если так стрелять, то есть. Вопрос в тылах Рейн, уже мы видим на КТ, там какой-то свитч вообще был у капитана Мо, ну... Ну, опрометчиво, наверное, было бы Гордину все-таки заходить в этот смок. Ну, натопал, натопал, но никто из-за дымовой завесы не выходит. Опять же, сохраняется позиционка у Тайлу до момента прохода в плент. Это будет база Б. Так, Самбади уже увидел калаш. Ну, вот нечем банально останавливать эту аркаду в команде Тайлу. Так, а вот этот смочок, кстати, может помочь, Самбади внедряется в него. Хелпа довольно-таки быстрая. Ну что? Юспики, покажите всю свою мощь. Самбади стоит, тиммейтов поочередно теряет. Ну, совсем скоро дым развеется, по нему нашивают, плюс 600 на нем зарабатывают. Ну, все-таки, видимо, замечает Керриган кусочек текстуры. Отличная работа, капитан Мо последний. Обходился это время в спину. Намного более приятный раунд для Фейзов. И с Мак-10 прилетел, и с ЮМПшки, то есть еще и денег подзаработали. И очень любопытно. Долго разговаривали, в итоге фармганы не сменили. Первые заносятся на базу А, и здесь просто четкий контроль. Еще и третья позиция Диди как качественно нашивает. Практически до белого коленя доводит своего соперника. Экскюрейт без арморчика пошел дальше воевать. Диди все-таки убили. Тут флик уже не сработал, и эту ситуацию Фейскланд переворачивает в свою пользу. Три в два. Очень хотел, по-моему, Экскюрейт все-таки воевать и помогать Диди, но в итоге фраги-то сделать. Очень хотела команда Тайлу закончить все за две секунды, и просто понадеявшись на два минуса, да, и свое большинство сейчас законтролировать точку А, и поставить шлагбаум. Вот и сам боди, ну, должен... Не идет. Вот, патроны. Экскюрейт, кстати, добил. Так, Гардиан на ЦЗ. А вот и эмочка. Ну, тут уже неплохо, но, правда, Диди делает это, а вот Бентед со своей эмочкой не справляется. Ну, прям Говард сегодня собран. Рейн настреливает плотно. Как-то до этого мы его не выделяли на протяжении всего турнира. Кэрриган, ну, третьего не зашивает, все-таки сам боди справляется. Ну, там, по идее, патронов вообще не должно в этой ЦЗшке быть. Меняет на Диггл, так оно и происходит. И против двоих, одному хэдшот, одному в тело. В принципе, эзи-ситуация нет, даже калаш нашел. Да. Не похоже на эзи-ситуацию, похоже на то, что разменяешь друг друга фейзы. Он сейвит. Не прошла мысль про эзи-ситуацию, видимо, в голове сам боди. Или что это за маневры? Это обруливание. А киты-то есть для таких? Китов нет, но, по идее, должна была первая позиция быть открытой, а она уходит. Это дефолт. Ждали. Ждали сам боди с голов. Отпустили коннектор, но как-то вот почувствовали, что опасно будет до конца на этой бомбе отыгрывать. Сам боди всех почекал, никого не увидел и уходит на сейв калаша. 25 секунд до окончания раунда, нужно выходить. И здесь сам боди может отстреляться, не может отстреляться, сразу ловит. Какая-то растерянность, он как-то и бэд-дом ждал, и шорт, и ни туда, ни сюда в итоге не смотрел. Би-Ан-Тед. Позиция убойная, но, правда... Татайлу не понимает, что это бэ до сих пор. Так, хороший спрей. Бум по головам залетела. 10 секунд, нужно пробегать, ставить бомбу. Ол оф мейстер с авиком подбирает. 27 секунд, успевает заплэнтить. Это 3 в 3. Бомба закрытая подшорт, пытается минимизировать эту ситуацию пробросом молотова. Би-Ан-Тед, но не особо работает. Самого 2 хп и... Надежда на снайперскую винтовку. Экскюрейт, есть фраг, 2 в 2. Экскюрейт уже стрелял. Нико. Ну, четко. Тед по инфета пойдет. Вопрос, дождется ли его сам Олов. Очень закрыто стоят ТЛУ. Не слишком ли? Под коврами сам открывается, но тем не менее Каптон Мо перестреливает. Двоих неплохо. Нико, есть инфа по Диди, шьет мимо кассы. Надо спрыгивать, но там его еще дергают с КТ спауна. Сильно надамаженный. Оу. Ноль пуль, ноль пуль. Резать шел, он резать шел. Я не знаю, что он делал. 20 секунд, один в один. Кто исполняет? Диди. Не руинь каточку. Есть инфа. У Нико нет бомбы. Ну, надо менять позицию. 10 секунд. 6. Успеет поставить Нико. Сейчас может стать спасителем. Так, меняется позиция. Но по идее ожидаемо все это дело должно быть. Тем не менее времени эксклюрировать не теряет. Нико увидел. Заметил ручку. Отлично. Просто по голове филигранно попадает Никола Ковач. Тут медла Тайло откровенно. Гвардиан выцеливает. Там, кстати, есть у него клиенты. Легкий прочек апсов и фатальный. Так оно и происходит. Диди. Ну, даже увидеть ничего не успел. Итогу опять меньшинство. Еще экскурейт сильно дамажен. И опять же, не особо видна мысль у Тайлоу. Понятно, что они играют в засаду и ждут. Ну, я не знаю. Они ждут вот табун коней на точку. Которые ничего не будут чекать. Раскидывать смоки. Помогать им в этом. И за этими смоками Тайлоу будут прятаться. Но фейзы тоже на себя не похожи. Сверхаккуратная игра в их исполнении. Ничего не получается у Тайлоу. Азиаты играют против фейзов в первый день турнира. Которые бегут. Никто не попадает. Эгегей. Волосы назад. Фейзы играют против агрессивных Тайлоу медленно. А Тайлоу играют против агрессивных фейзов. Но в итоге агрессии нет ни с той, ни с другой стороны. Но в минус это для Тайлоу. Это не Супер Марио. На мне, говорит, не сиди. Не получится прыгнуть на оппонента убить. Хотел уехать на плечах просто. Папа, покажи мне мир. Ну и в итоге тот самый Экскурейт, который серьезно пригорел в начале раунда, остается последний. Бомба ставится без его контроля. Понимаешь, что она в торце фейрбокса. Ну вот как ее выцепить? Это такое очень медленное избиение команды Тайлоу сейчас у нас на экранах. Это раунд за раундом. Раунд за раундом. При этом традиционно плохая экономика в обороне сейчас будет. Тихонечку топать. Побежали. Все. Ну первого забрал. Тут префайр. До свидания. Б пустое. Куда-то летит Экскурейт. Поверка позиции телом. А вот здесь уже Капитан Мо пригодился с его деглом. Два шота. Два точных шота в голову. Красный Экскурейт выходит. Ну он один. А нет, их двое. Походу не очень стоит торопиться. Ну сильно дамажного, кстати, все равно они перестрелят. И с таким справляются фейзы. Да ладно. Пал и коннектор. В подвале двое под флешку. Выход. Ну неплохо. По-первых, мы сработали. Размен-размен. Капитан Мо. Кэрриган работает до конца. 29 хп. Бомба далеко. Ну два авика. Касамбо Дикс Кюрейт все еще живый. Нико должен умереть. Если выйдет, конечно. Он хочет выходить. Ну Дикс Кюрейт, кстати, тайминг здесь тоже может потерять. Ну теперь стенка на стенку. Три на три. Дым полетел. Нико уже умер. Так, неужели? Ну вот он первый. Потенциально первый раунд для Тайлу. Да, Изи справляется, когда есть инфа и четкие позиции. Летел. Ох, хороший прогрен. Достаточно качественный. Все позиции опасные выкуривают. Кроме Диди, который под флешку врывается, встречает яму. Но на минус один. Капитан Мо будут ли его проверять? По идее, должны. Экскюрейта все-таки прогнали. Капитан Мо ждет. Экскюрейт. Ну и все. Открываются ловушки. Капитан Мо в простреле. Забирает ковры. Остается последний Гардиан. Не выцеливает сразу. Со второй попытки можно. И теперь один на один. В принципе, момент равный. Но Гардиан не очень понимает, откуда к нему придет беда. По рабочим страткам, видимо. Так, а там поджим. Под смочок. Самбади. Ждут его или нет. Вопрос остается открытым. Он внедряется в смок. Пропускает за спину себя одного. Рейн делает фраг под эту калиточку. Открытую. Ну и настигает его. Экскюрейт. А Ник. А Ник вторым номером работал с центром БНТ. Тоже на размине. В большинстве фейзы. И пустая база Б. 150 долларов. Ну можно, конечно. Да, можно и сейвить. Хотел сказать, можно и за авика, конечно, и в кухне постоять. Ну, потенциально раунд смотрелся неплохо. Сразу оборачивается второй. То есть, в принципе, возможно посидеть в засаду, когда за бомбой кто-то придет. Но решил стрелять здесь и сейчас. По итогу один фраг и сразу попадает в размин от Рейна. Большинство для фейсклана, опять же, этот момент они учли. Но вот приходит окно. Это была миллисекунда, когда можно было выйти и Диди каким-то образом ее прочувствовал. Браво, Диди, два фрага. Выключает, мы видим сразу, и снайпера, и бомбардира команды Фейс. БНТ на Б. Тут уже Ника. Диди, будет ли пикать на тайминг бомбы? Так, ну по идее, бомба на внешний, на дефолт должна будет ставиться так, чтобы и коннектор не видел. Гранат нет. Фейс просто ждут. Времени 20 секунд. Не так уж и много, Ника. Абсолютно никого нет. Ника уже вроде бы все проверил. А вот и спина. Сталось только коннектор. Изи первый. Можно зайти обратно в коннектор под Керригана, чтобы тот поставил бомбу. Но в этот момент выходит Диди. А вот его уже никто не ждет. Видит, видит. Крайшик текстурки. Прошивка патроны закончили. Серьезно. 73 хп еще. Он сидел 25 секунд просто за тикетбоксом и не сделал релот. Спасает ситуацию БНТ от Ника против двоих. Есть инфа. Бомба под него. Там вроде смачка нет. А, БНТ от меняет. Уже набросили. БНТ от меняет девайс. Так, ну один на фаербоксе сверху, второй в смаках. Замечает этот момент Ника, выходит на перестрелку и получает в голову от БНТ. Может еще раз чекнуть. Так, интересно. Расстановочка от Санбади. Интересный смачок. Интересно работает Диди ему в поддержку. От фейзов остается трое. Ну и так вот поступательно по одному начинают сыпаться. Две ЦЗшки подобрать пока что ничего не могут. Капитан Мо действительно остается, как мы видим, в довольно комфортной для себя точке. Прошел еще ближе. Бомба улепетывает под базу БНТ. Но траектория, конечно, не самая быстрая. Ну что, это ЦЗшка Галил с первой навряд ли. Там есть флешка. Никуда, по факту. Экскурейт четенько по первому понимает, что там и второй, и заметил его. Кереган прыгает на уверенности. Может как бы пистолет взять? Нет, говорит, экскурейт можно и так. Но зумчик четвертый раунд добыт. Ой-ой-ой, два смака. Золов понимает. Прочитано, какой пистолетный раунд будет играться. Тут двухфронтальный контроль. Головы летят. Тайлу терпят. И даже дело до бомбы не доходит. У Фина Андерсона только МПшка в руках. Придется где-то за углом скорее прятаться. Гардиан находит коннектор. Олов в окне. Минус Фамас. Вот этот дым, по-моему, Зай решает. Ну, по идее, должны дождаться его рассеивания. Опрометчиво заскакивать в него, не понимая позиции соперника. Ну, на проверку пошел шорт двумя звеньями. Надо держать это время. Ну, Экскрэйт погибает. Дом выходит. Есть разменный фраг от Биентета. 30 секунд времени. Не видно, не видно раунда от команды Тайлу на самом-то деле. Как-то тут нужно подобрать, поставить бомбу. Рейн закрывает без шансов. Если, если. Похоже, вновь разрыв будет целых 10 раундов между командами, как и на старте. Ну, по идее, да. Тем более, что глаки пошли на мидл здесь. Вот кого они врасплох хотят застать? У Лофтмейстера. У него прикрытие спины есть. Но, правда, у Лофтмейстера уже не спасти. А дальше раунд разворачивается за 2,5 секунды. Всех достреляли. 4 в 0. Ну, кстати, паузы не было. То есть вот Фейзы перед ответственным для себя раундом эту паузу брали. Керриган, ну, встрял. Вот действительно встрял здесь. Флешки набрасывали. Очень качественно отыграли его. Но, правда, двое на базе B. Олаф. Олаф, насколько плотно настреливает три хэдшота. Четыре минуса. Ну, что будет ли эйс? Шесть патронов. Олаф не добил. В итоге 2 в 1. Половиненный бинтет на точке. Но этот парень опасен, конечно. Все мы прекрасно знаем, как он может с первой в голову ставить. Обруливает за плент. Изи фраг первый. А вот где второй он вообще не понимает. Ну, и за это поплатился. Фейс План попытается закончить эту битву. То есть каким-то раундом действительно в агрессии и в проживе. Но этого нет. Дисциплина шикарная от Фейс План. Декрасная. Три килл есть. Ну, похоже, ГГ. Следующий. Завози, говорят, Фейс. И там уже в Best of 3. Так и до Уэмбли можно доиграть, в принципе. Так, война за смоками. Самбадин. Ну, здесь у него, конечно, близкая конкуренция. Пополз дальше Олаф. Увидел. Ну, как? Он хочет резать. Передумал. Чекает центр. Второго и третьего. Второго и третьего нет. У него за спиной соперник или нет? Да, с бомбой. Вон он, Экскюрейт. Кажется. А почему не выходим? Распродажа душ. Ой-ой-ой. А у него просто... У него просто скаут. Ну и последний Экскюрейт. Тот парень, который либо громко хлопнет дверью, либо затащит этот раунд, ничего не сделает. Ни одного фрага Экскюрейту более не позволили в Фейсклан.